Я понимаю, что есть порядочные предприниматели, у которых заключены договора, которые утилизируют вот эти отходы. Есть вот такие, подберу, наверное, самое мягкое слово, мерзавцы, которые вот таким образом пытаются сэкономить деньги. Я вот сначала хочу обратиться именно к ним, потому что, ну, слушайте, ну, у нас, вы же сами живете в этом городе, у нас дети здесь живут, у вас дети, скорее всего, здесь живут. Они дышат вот этой вонью, которую вы здесь устроили в городе. Ну, для чего это делается? Вы кому, для кого это делаете? Я не боюсь. Сэкономили три копейки, но нанесли вред. У нас же есть в городе и астматики, и вот эти жалобы по ночам, и вот эти комментарии, которые каждую ночь мы там читаем, и вы, наверное, уверены, что читаете. Зачем это делаете? Я бы хотел также обратиться, сегодня напишу обязательно в прокуратуру, в УВД, хочу отдельно к ним обратиться. Обращение, конечно, сделаю, но я думаю, что вот подобные ситуации, это все-таки, они касаются не какого-то единичного случая, не одного человека. Это касается очень большого количества людей, которым наносится вред здоровью. Я хотел бы все-таки обратиться, в том числе и к сотрудникам полиции, но уверен, есть достаточно компетентные сотрудники, которые там работают, криминалистики, следователи. Ну, давайте уже найдем этих мирзавцев, опять подбираю слова, которые все это дело нам делают. Ну, и у вас тоже, у сотрудников есть, вы также живете в нашем городе. Ну, давайте более радикальные жесткие меры примем, потому что, ну, по-другому не понимается. Эта тема можно бесконечно, этот дозор будет по ночам бегать, вызывать пожарные, ЕДДС принимать по сотне звонкам, и ничего не меняется. Эта схема, ну, скажем так, очень, очень мало дает эффект. Чем жестче, я считаю, что чем жестче мы здесь сейчас отреагируем, тем лучше. А первое, с чего надо начать, это найти вот этих нехороших людей, которые все это дело учинили. Это первостепенная задача, я здесь очень рассчитываю на активную работу со стороны правоохранительных органов. Повторюсь, это касается ни одного человека, ни двух, это касается очень многих людей. Поэтому здесь я считаю, что на особый контроль должно быть взято расследование, образование вот такого рода свалок. Что еще хотелось? Хотелось бы обратиться, конечно, к жителям города. Вот мы там говорим про тех предпринимателей, которые также занимаются производством запчастей из резинотехнии. Да, есть хорошие, есть вот такие. Ну, если кто-то знает, кто-то слышал, ну давайте здесь как-то в личку напишите, проведем там какое-то свое, может быть, расследование. Ну, здесь в этом вопросе надо объединяться всем вместе, потому что, ну, иначе вот это вот так и будет продолжаться. Сейчас вот по ночам тушить, утром оно тлеет, опять разгорается, кто-то там втихаря куда-то что-то свозит. Ну, это по меньшей мере, мягко говоря, неправильно. Тут надо, мне кажется, всем вместе объединиться. И к журналистам тоже хотелось бы отдельно обратиться. Я знаю, что у нас есть представители прессы, которые очень такие дотошные, тоже проводят очень классные расследования. Я думаю, что здесь тоже вам в стороне не надо оставаться. Здесь надо сейчас всем объединиться, найти этих тварей и наказать по полной.